На сегодняшний день ценовая категория смартфонов до 20 тысяч рублей является самой популярной. Действительно, большинство людей подбирают для себя устройства именно в этих ценовых промежутках. Но имеется одна серьезная проблема. Слишком много брендов представлено на рынке. Кто-то может удивить дизайном, у кого-то приятная оболочка, а другие действительно радуют характеристиками за те деньги, которые ты готов отдать. Короче говоря, идея в том, что выбор здесь не так уж и прост, как кажется на первый взгляд. И поэтому мы, команда канала Мой Компьютер, подобрали для вас 10 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. Samsung Galaxy A50 Это то устройство, которое относительно недавно появилось в продаже, и что приятно, так это естественная его стоимость. Да, это Samsung, и многие не привыкли, что в бюджетном и среднем сегменте корейский производитель может чем-то удивить. Однако сегодня, в 2019 году, на момент конца мая-начало июня, имеется отличное устройство Galaxy A50 с практически безрамочным AMOLED-экраном на 6,4 дюйма, отличной производительностью, стильным дизайном и тройной камерой с матрицами на 25, 8 и 5 мегапикселей. А что еще интересно, аккумулятор устройства имеет приличную емкость аж на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также имеется, пусть и одиночная, но и в то же время хорошая селфи-камера на 25 мегапикселей. И что еще приятно, для фанатов бесконтактной оплаты имеется модуль NFC. В общем-то, отличное устройство за свою стоимость, даже при том, что это Samsung. Xiaomi Redmi Note 7 Естественно, большинство из вас знают, что это за устройство и прекрасно понимают, что оно стоит своих денег. Выделить можно стильный корпус из стекла Gorilla Glass 5, достаточно шустрый процессор Snapdragon 660 и отличную батарейку на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. А что же касательно камеры, здесь она двойная, где главное, имеет разрешение аж в 48 мегапикселей, в дополнение которой имеется специальный вспомогательный модуль на 5 мегапикселей, рассчитанный именно для портретного режима. А что же касательно селфи-камеры, то здесь это 13 мегапикселей, что более чем понятно в таком ценовом сегменте, хотя и никак не выразительно. Особенно приятно покупать Redmi Note 7 на AliExpress по распродажам или же просто где-то удачно урвать, так как переплата за сертифицированное устройство, естественно, будет немалой. А главный минус этого Xiaomi, как и многих других, отсутствие NFC-модуля. Mi Max 3 в этом направлении куда более интересен. Вы не поверите, но до 20 тысяч рублей можно взять даже версию на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 внутренней. Однако, само собой, это будет китайская версия. Сертифицированный будет 4х64, что все равно неплохо, особенно с учетом того, что Mi Max 3 это смартфон-фаблет с экраном практически на 7 дюймов и процессором Snapdragon 636, который примерно то же самое, что и 660-й. Аппарат также оборудован достойной двойной камерой, но печальной фронталкой всего на 8 мегапикселей. А самым главным его достоинством является огромная батарея аж на 5500 мАч, которая благодаря энергоэффективному железу выдает шикарную автономность. И да, главный минус здесь снова же отсутствие NFC. Huawei Mate 20 Lite. Да, это практически флагман с действительно крутым дизайном и достойным железом. Здесь всего-то за 16 тысяч рублей вы получите процессор Kirin 710, 4х64 памяти и батарейку на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Да, объем не так уж и велик, но Kirin славится своей достойной энергоэффективностью. Камеры, к счастью, двойные и спереди и сзади, так что фанаты селфи явно останутся довольны. И да, здесь имеется поддержка бесконтактной оплаты, то есть NFC-модуль на борту. Xiaomi Mi A2. Смартфон, выпущенный в рамках программы Android One, и поэтому он явно должен понравиться поклонникам девственно чистой системы Google. То есть здесь не будет каких-либо кастомных интерфейсов и прочих модификаций, а лишь голый Android. Процессор используется классический для этого сегмента Snapdragon 660, в случае с памятью это до 6 гигабайт оперативки и 128 внутренний. При этом дисплей установлен всего-то 6 дюймовый, а камера сзади двойная, спереди одиночная. Причем и в том и в том случае это вполне себе достойные модули. Из печального, батарейка поддерживает быструю зарядку, но имеет емкость всего на 3000 мАч, чего очень мало на сегодняшний день. Но как минимум на сутки активной работы Mi A2 должно хватить. Honor 8X также можно назвать хорошим устройством в пределах 20 тысяч рублей. По сути это тот же самый Mate 20 Lite, но с абсолютно другим, куда более строгим дизайном. И селфи камера здесь всего-то одна на 16 мегапикселей. То есть здесь такая же батарейка на 3750 мАч и имеется NFC модуль для бесконтактной оплаты. Короче говоря, для тех кому нужен имиджевый смартфон под брендом Honor, 8X явно отличное решение. ПОКАФОН F1 ПОКАФОН F1 Это абсолютная противоположность всем смартфонам, которые мы до этого рассматривали. Просто потому, что до 20 тысяч рублей вы получите флагманскую начинку. А все за счет крутого процессора 845 снэпдрэгона. Который обходит все Kirin 710, Snapdragon 660 и все остальное, что вы можете встретить в этих ценовых брендах. А что интересно, вы можете приобрести еще и устройство с 8 гигабайтами оперативной памяти на 256 внутренней. Хотя, конечно, не факт, что она влезет в 20 тысяч рублей. Камеры здесь точно такие же, как у Max 3. Но, что интересно, спереди всего-то одиночная селфи камера на 20 мегапикселей. Батарейка также обладает достойной емкостью на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку третьей версии. То есть, это шикарное устройство, которое уж точно стоит своих денег. Однако, есть классический для Xiaomi. Минус – это отсутствие NFC-модуля. Минус – это смартфон с дисплеем на 6 дюймов, аккуратным дизайном, не сказать, что бы с сильно большими габаритами. И с достаточно неплохим 710 Snapdragon. А также возможностью приобрести версию на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 внутренней, как раз таки в пределах 20 тысяч рублей. Что интересно, у нас имеется отличная камера с матрицами на 12 и 20 мегапикселей, с крутым лазерным фокусом и уникальной кольцевой вспышкой. Однако, спереди мы получим классический селфи-модуль на 20 мегапикселей. А самым главным недостатком Meizu 16 является слабенькая батарейка на 3000 мАч и отсутствие NFC-модуля. Короче говоря, прикольный дизайн, отличная оболочка от Meizu Flyme, но автономность в лучшем случае на сутки. Honor 8X Max Это также устройство, которое можно приобрести в пределах 20 тысяч рублей. И да, за счет приписки Max многие уже поняли, что это фаблет, дисплей которого имеет диагональ аж на 7,1 дюйма. Что является вторым показателем на рынке после Mate 20X. Интересно то, что внутри установлен Snapdragon 636, а не какой-нибудь Kirin. И это неплохо так выделяет 8X Max на фоне других Honor и остальных конкурентов. Из минусов можно сказать, что версию более чем на 4 гигабайта оперативной памяти вы приобрести не сможете. Зато имеется отличный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Одно но, камеры здесь достаточно обычные. Сзади это 16 плюс 2 мегапикселя, а спереди вообще всего-то 8. И что интересно, такой же проблемой обладает фаблет от Xiaomi Mi Max 3. О чем я уже до этого говорил. И да, здесь снова же нет NFC, что как-то непривычно для Huawei. И кажется, будто Honor 8X Max разработали Xiaomi. Но в любом случае, вы получаете, можно сказать, планшет с действительно крутым экраном, где главный упор сделан именно на нем. И да, по традициям Huawei, дизайн данного смартфона также очень даже неплох. Vivo V11 В последнее время китайский бренд Vivo действительно удивляет. Мы получаем устройство с крутым дизайном и интересными решениями. V11 также не стал исключением. И что интересно, он очень похож на Oppo RX-17 Neo. И это совершенно не удивительно, ведь и Vivo, и Oppo принадлежат компании BBK. В любом случае, наш смартфон попадает в рамки 20 000 рублей. Выделяется он крутым дизайном сзади и сканером отпечатка пальцев прямо в экране. Чего пока что не может предложить ни один производитель в этих ценовых пределах. Из остального используется достаточно классический Snapdragon 660. Камеры здесь не сказать, чтобы сильно примечательные. 12 плюс 5 сзади и спереди аж 25 мегапикселей, которые снова же, я бы не сказал, что могут чем-то удивить, кроме большого разрешения. А что еще печально, батарейка используется на 3400 мАч и не имеется NFC модуля. То есть у Vivo V11 хватает недостатков, однако действительно, если вам надоели классические бренды и хочется чего-то свеженького, то это хороший выбор. На этом наш топ подходит к концу и я надеюсь, что вам было интересно. Делитесь вашими мыслями в комментариях, может вы предложите какое-то свое устройство, которое мы не включили в данный топ. И конечно же подписывайтесь на канал мой компьютер, а также жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видео. Всем спасибо и пока!